Мы сделаем такой классный мультимедийный интерактивный курс. О чём? Он будет такой интерактивный и мультимедийный. О чём? Семь часов мы сидели тогда ударно. Ты затеяла некоторую игру, в которой вместо виртуальных, прости меня, деятелей использовала меня. Покажите мне хотя бы одну некоммуникационную специальность. Ну-ка, в данном случае я не могу нанять театр, чтобы смоделировать мир. Мы много потратили на вот это ощупывание слона. А расскажите, что вы такое интересное нам можете рассказать? Мы придумали это в момент пандемии. У нас следующая тема. Сейчас мы поговорим про виртуальную реальность в образовании и опыт создания учебных миров. Андрей, а с кем же мы будем разговаривать? Наверное, лучшего человека, который очень хорошо понимает, как можно разные, не любую слово медиа, но вот разные медиа использовать в обучении Оксаны Силантьева. Мы с Оксаной познакомились во дворе ещё того Яндекса, который был до того, как Яндекс переехал на ту самую Льва Толстого улицу. Мы сидим сейчас. То есть у нас очень много разных совместных опытов связано. И воспоминаний, да. И воспоминаний. И вот как раз опыт — это ключевое слово, мне кажется, вокруг которого мы можем построить разговор, потому что вот тот тренинг с использованием виртуальной реальности, то есть нельзя сказать, что он только в виртуалке, это совмещение различных механик, методик и подходов, и техник, одна из которых — это виртуальная реальность. Вот, собственно, вся эта идея, весь этот тренинг построен вокруг идеи опыта. Потому что я преподаю для коммуникаторов, я преподаю для журналистов, для редакторов. И одна из больших проблем преподавания этим людям в том, что практику они должны проходить где-то, где ты их не видишь. Я отправляю студента брать интервью. Студент пошел, взял интервью, принес мне результат. Но я не видела человека в поле, я не могу ему ничего подсказать, я не могу где-то что-то порекомендовать. То есть человек практикуется за пределами моего внимания. Давайте посмотрим, как выглядит. У нас есть несколько кадров. То есть это не лекция, это игра. У нас есть настольная игра, с которой мы начинаем. И там есть легенда, что вот все эти люди, все студенты, которые собираются, они приехали в небольшой город расследовать тему. Яркую, сочную. Это студенты какой специальности? Студентам я беру микс. Я беру коммуникаторов. Вот были научные коммуникаторы, были журналисты. Сейчас культурологи у нас есть. Мы можем психологов пригласить, потому что там есть пересечения. Значит, они приезжают как экспедиция на выезд, приезжая в некий город. И они должны написать, сделать большой мультимедийный проект на основе той истории, которую они раскопают. И вот в реальности это как происходило? У нас были такие проекты, они безумно дорогие, когда мы брали людей. И везли. Мы вывозили их реально под Эльбрус. Мы вывозили людей в Горный Алтай на золото добычу. И вот вся вот эта механика, которая здесь симулирована, она там была в реальности. Но это, естественно, бесконечное количество денег. Но вот в данном случае игра как бы моделирует вот эту экспедицию журналистскую. Но в реальной журналистской экспедиции ты выходишь на улицу, встречаешь людей, задаешь им вопросы, добываешь из них информацию, перепроверяешь то, что с ними происходит. А вот в игре вся эта работа в поле, она смоделирована в виртуальном мире. Там есть персонажи, они тебе врут, они тобой манипулируют, как в реальной жизни. Они тебе рассказывают там сплетни всякие разные, которые в городе происходят. Да, и, собственно, ты в эту историю погружаешься, а затем как бы приходишь вот в эту импровизированную редакцию и уже вот добытые факты превращаешь в некий материал. И тогда они все перед глазами. Тогда я вижу, кто какую роль играет. Я вижу, кто лидерство захватывает, кто становится менеджером, кто зарабатывает деньги, потому что там есть внутренняя валюта, которую нужно добывать. Твой жанр игр обожаю, собственно, поэтому был очень рад, когда мы пересеклись без предварительных договоренностей в ЭТМО. Но мы пересеклись ровно на том, что ты затеяла некоторую игру, в которой вместо виртуальных, прости меня, деятелей использовала меня. И, в общем, это тоже был нормальный сложный сценарий игры, в котором тебе в последний момент сказала, какая подстава должна содержаться. Потому что цель, чтобы коммуникаторы выловили то место, где их обманули, кто-то смог, кто-то нет. Но, короче, ты смогла вместо виртуальной реальности использовать просто еще одного человека. Конечно. Я могу нанять театр без проблем. Я могу нанять театральную группу, расписать им сценарий. Они у меня будут, как в детском саду, по бумажечкам читать свои цитаты. Реплики, да. Были такие истории еще в том давнем РИА Новости, были игры корпоративные, которые тренировали новостников именно в таком живом формате. Но стоимость приглашения живых актеров и возможность тиражирования вот этой театральной группы все равно больше, чем разработка виртуальной реальности. Я сейчас, когда тестирую эту игру, могу передать ее как коробку в Хабаровск, в Сыктывкар, и они будут играть, и они будут делать ту же самую мультимедийную экспедицию. И я там даже уже могу быть не нужна. Я могу обучить других педагогов, как работать с этой игрой. В случае с... Мультимедийная экспедиция мне просто очень нравится. Да, классно. Да. Вопрос, как бы, мне нужно вытащить меня оттуда. То есть я с удовольствием, конечно же, играю и мастером игры, и вовлечена в это во все, и продюсером. Мне это безумно нравится. Но мне хочется, чтобы вот этот интерактив, он был и в других местах тоже, там, где я не могу приехать, там, где я не могу провести. На самом деле это очень интересная игра в том смысле, что она развивает не только вот этот навык факт-чекинга, сбора информации, распределения ролей и задач, но еще, как бы, ты понимаешь, вообще, кто в твоей группе какую роль играет. То есть ты лучше узнаешь своих, вообще, ну, сокурсников, одногруппников в этой игре, как бы, вы понимаете, кто на что гораст, и кто в какой роли больше и лучше всего себя проявляет. В этом и риски. Да, и на самом деле... Когда ты на лекции сидишь, можешь не отсвечивать, а в игре ты либо участвуешь, либо ты вносишь вклад в командный успех или неуспех, либо тебя увидели... И это тоже высказывание, как обычно, молчание тоже высказывание. Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что это можно тиражировать, ты говоришь, что это можно распространять в каких-то случаях, как коробочное решение. А для кого? То есть вот мы сейчас слышали, что коммуникационные специальности разные годятся. Ты сказала мельком в какой-то момент, что психологам тоже придумаешь что-то. Да, я потому что сама, как бы, журналистка из медийной среды, поэтому я, конечно же, болею за обучение журналистов, редакторов и коммуникаторов. Поэтому с этого все началось, чтобы можно было тестировать на поле, в котором я понимаю. Но вот сейчас уже у нас есть четыре новеллы, то есть вот экспедиция, расследование — это одна, а есть еще четыре новеллы. Одна из них называется «Портретное интервью». И там это совершенно может быть не журналистская история. Мы можем посадить человека-психолога, который разговаривает с персонажем, и персонаж, как раз мы его насытим искусственным интеллектом, он вытаскивает, рассказывает кейсы, рассказывает истории, а студент-психолог учится взаимодействовать с этим персонажем. Другая новелла, четвертая у нас там есть, называется «Условно день сурка», но смысл в том, что ты, как игрок, можешь на себя надеть любую роль и решать одну и ту же задачу, и видеть реакцию мира, исходя из разных ролей. И вот у нас эта история посвящена дискриминации, то есть когда ты приходишь на интервью в образе убеленного сединами белого мужчины, персонаж, спикер, у которого мы берем интервью, реагирует в одно, одним способом. Когда приходит молодая восторженная девушка такая, а расскажите, что вы такое интересное нам можете рассказать? Спикер ведет себя по-другому. Попробуйте примерить на себя человека на коляске, такие журналисты тоже существуют. Попробуйте вообще заехать в то место, где вам нужно взять интервью. То есть, меняя вот эти вот роли, можно поместить в человека совсем разные переживания и дать ему возможность получить разный опыт. То есть это все равно коммуникационный. Так или иначе, все-таки журналисты... А у нас сейчас, секундочку, покажите мне хотя бы одну некоммуникационную специальность. Ну-ка. Программисты? Да программистам надо с заказчиками разговаривать и находиться... Дальше я знаю, да-да-да, я это программистам сам объясняю регулярно. Медики, им тоже нужно разговаривать из... Сообщество, социум построено на коммуникации. Мы, разговаривая, общаясь, делая совместные проекты на любой позиции. Продавец должен уметь разговаривать с покупателем, коммуникация... Слушай, стой, стой, стой. Ты задела медиков, это очень интересно. То есть медику, у нас просто сегодня еще параллель идет в Сеченовке, поэтому для медиков ты представляешь, как ты могла бы... Я понимаю, как я это сделаю. У них есть как раз ролевые игры, я видела их прототипы живые. У них есть история вот с этим театром. Но... Медиков? У медиков, да, потому что им нужно, например, сообщать смертельно больному человеку о том, что он... А, черт, ну да. О его диагнозе. И вот эти ролевки у них есть. Не всегда в России, но они существуют в индустрии. Не, я сценарий пытаюсь понять. Понял, да. То есть коммуникация вокруг операционного стола, распределение задачи, делегирование задач вокруг, внутри команды, это тоже история про коммуникацию. То есть в этом смысле я не вижу прям такого ограничения для вот этого подхода. Но, конечно, надо с каждой индустрией, с каждой профессией разговаривать, чтобы это было не просто игрушка ради игрушки, не чтобы вот подставка под микрофон, да, работала в формате интервью, а чтобы это были именно реальные ситуации. Это знаете еще, почему очень классно? Потому что в формате воркшопа за 6-7 часов, я не помню, сколько мы сидели. 7 часов, да. 7 часов мы сидели тогда, вот ударно занимались, проходили вот эту экспозицию журналистскую. У тебя, получается, за 7 часов есть опыт, который вообще собирается месяцами. И еще ты получаешь какой-то фидбэк от преподавателя. И это, наверное, легче как-то обдумать и вывести для себя какие-то ключевые моменты, ключевые аспекты того, что тебе нужно доработать, точки роста, что твое, что не твое, где ты проваливаешься абсолютно. И вот эта вот интеграционная история, она мне очень близка. Я люблю преподавание по принципу феноменов, а не по принципу предметов. Я люблю вот эти интегрированные опыты, потому что они дают человеку точку роста. Слушай, у меня вопрос может быть неприлично меркантильный, просто каждый раз, когда заходит речь о виртуальной реальности, у тех, кто потом практически должен это у себя внедрять, делать, сразу начинает чесаться насчет того, что это чудовищно дорого, какие-то очки, специальные компьютеры. Шлем 500 долларов. Ну то есть сейчас вот Oculus, на который вот это все... То есть это не самые там супертоповые какие-то вещи? Кладется сам виртуальный мир, кладется, например, на Steam, либо он кладется на комп. Не самый навороченный по характеристикам. То есть это может крутиться даже просто... Супербыстрый интернет? Нет, это может на локальной машине крутиться совершенно. Можно проводить это в закрытом режиме. На столка, на печатали, она много раз используется. То есть в этом смысле это как раз коробочное решение. Оно задумывалось, чтобы вот эти вот слои новелл, их можно было наращивать с точки зрения разработки, и ты мог дойти в виртуальный мир и говорить, я хочу в экспедицию, я хочу в интервью, я хочу к медикам, я хочу куда-то. То есть этот виртуальный мир, он может разворачиваться. Но с точки зрения конечного пользователя, это, конечно, коробочное решение. Плюс, ну 500 долларов, это что сейчас у нас? Нет, это нормальные деньги. Слушай, ну это цена, ну там, не знаю, среднего, дешевого компьютера. То есть это не то, что это что-то такое, что человеку, покупающему компьютер... Разработка, на самом деле, мы много потратили на вот это ощупывание слона, когда придумывали саму механику и комбинацию технологий. То есть нет такого вот прямо вот... В Unreal Engine есть все инструменты, которые нам нужны. Нет, мы комбинировали очень много, мы собирали разные технологии для этого. Но как только мы нашли эту комбинацию, все дальше мы можем ее тиражировать. Ну, то есть... А, у вас свой стек какой-то собранный, да? Да, то есть это не пакетное. Не пакетное, да. А жаль. Мы сегодня открывались в Roblox. Поэтому... Там у меня дети. Одна из популярных... Если у тебя там дети, ты прекрасно понимаешь, одна из популярнейших сейчас у, по крайней мере, там, младшего поколения. Студенты тоже еще знают, там, людей моего возраста обычно нет, если они в Яндексе не работают. Поэтому вот в какой-то такой популярной среде, где люди уже есть, это нельзя сделать. Это отдельное твое решение, да? На самом деле адаптировать – это вопрос постановки задачи. То есть если мы понимаем, что там есть рынок, и мы понимаем, что там есть люди, для которых это будет интересно и важно, то мы можем... Потому что есть методическое решение, есть сценарное решение, а технологию можно дальше уже как бы настраивать. Но я это видела изначально как комбинацию оффлайнового мира, живого общения людей вокруг стола, настолок, геймификации, вот игровых механик там внутри, плюс виртуалки. То есть сам концепт, он включает в себя все-таки живое общение и вот совместный этот оффлайновый опыт тоже. И поэтому переход совсем в виртуальный мир, он требует, конечно, переосмысления режиссерского, смыслового, но надо в это посмотреть. Я все-таки... Мы придумали это в момент пандемии. Мы придумали, потому что у нас закончились живые экспедиции, и мы сели просто привязанные к столам. И как можно было бы вот этот опыт выезда хоть как-нибудь адаптировать, под крышу завести? И поэтому придумалась вот эта история. Но он не умер, да? Потому что, смотри, я рассказывал сегодня, открывая конференцию, что мы формат ЯКЕ тоже придумали ровно в той ситуации, когда пришлось отменять бронь на уже вроде как любимый зал, в который мы должны были ехать, но тут как в Москве были введены ограничения. Ты говоришь, что ты тоже придумала это во времена пандемии. Но вот сейчас во времена пандемии придумали удаленную работу. Как-то в лучшем случае теперь это гибридный режим, а в худшем – а ну-ка все назад в офис. Вот у тебя это прошло, что теперь давайте все вернемся к карточкам. Карточки, они прекрасны. Карточки работают даже, если ты сидишь у себя дома. Но живое общение, общий чай и общие кофе, и общие споры и дебаты, они все-таки не зумируются, они не переводятся полностью в онлайн. История с пандемией и с тем, что мы были заперты в мониторах. Ведь в образовании-то тоже люди сначала попробовали что-нибудь поэкспериментировать, а потом начали говорящую голову просто передавать в интернет. Не получилось как такового прыжка методического. Не переупаковывались в большинстве своем курсы. А просто люди, вот что они у доски читали, что они в лекционном зале читали, они то же самое начали читать в онлайне. Когда медиум меняется, нужно менять смысл. И поэтому, когда гибридная работа, менеджмент этой работы нужно менять, организационные схемы нужно менять. Когда чисто оффлайновая, мы работаем по одним принципам. Когда чисто оффлайновая, мы поработаем по другим принципам. Гибрид требует пересборки производственных процессов. А вот тут как раз вопрос, который пришел. А, собственно, как понять, когда вот пора переключаться? То есть мы преподаем так, как все время преподавали, но можно, ты только что-то блестяще показала. Блестяще в том числе потому, что здесь сидела глубоко удовлетворенная студентка. Испытовшая, да. И я просто помню реакцию не только Сони, но и всех остальных ее согруппниц и согруппников. Когда пора переключаться на что-то с применением виртуальной реальности? Потому что, ну, как-то немножко все-таки вокруг пишут, что она не полетела. Неважно, в общем, окружающий фон такой, что это приятная фишечка, но можно и по старинке. Конечно, можно по старинке. В принципе, можно и лекции потоковые, шесть часов читать в Zoom. И никто, как бы, не запрещает вопрос в том, какую цель учебную вы ставите, да, какой результат вы хотите получить. Мой результат, то, что я хочу увидеть, чтобы люди научились делать ручками, чтобы они научились думать головой и взаимодействовать друг с другом, и спорить, и распределять свои задачи. И это видно в создании общего проекта. Если моя задача, знаете ли, вычитать материал... Простите, я тебя перебиваю, но просто ролевки, вот ты же сама говоришь, что, в общем, они и так в образовании, особенно тех профессий, где нужно вживую общаться, ролевки, ну, в широком смысле этого слова, давно используются. Когда понимать, что вот все-таки давайте-ка теперь мы это будем делать в VR, а не просто вокруг стола? Нет, я вот сильно-сильно против того, чтобы технологию ставить вперед. Я про то, что у нас есть учебная задача, и у нас есть некие рамки возможностей. В данном случае я не могу нанять театр, чтобы смоделировать мир. И тогда я нахожу технологическое решение, которое позволяет мне сделать учебную задачу более эффективно. В случае, когда давайте сделаем какое-нибудь вирусное видео, а про что? Ну, это будет вирусное видео, а про что? А у нас будет вирусное видео. Вот этого выше крыши. А мы сделаем такой классный мультимедийный интерактивный курс. О чем? Он будет такой интерактивный и мультимедийный. О чем? Очень хорошо показываешь то, что происходит здесь. В этом смысле я о чем сначала? Какую методику? Сначала чему мы учим? Кого мы учим? Какую методику? Какой результат учебный мы хотим получить? А потом уже натягиваем технологии, которые помогают нам. Это важный момент. То есть поэтому это не то, что коробочное решение, которое просто можно сразу распаковать. Сначала надо понять, как оно под тебя заточено. Я бы говорила о том, что по крайней мере на первом этапе, вот тут уже, кстати, было на площадке, разговаривали про распространение какой-то инициативы, инновации. Сначала ядро, а потом этим заражаются все остальные. Такая же история. Сначала это адаптируют люди, которые поддерживают вот этот вот подход, что студент сам должен ручками копать, а не учитель или преподаватель должен ему сообщить, как правильно. Таких преподавателей не так много. Очень много людей, которые до сих пор уверены, что они должны вычитать им курс, а студенты должны последовательно это все записать. Вот эти люди пока к нам в наше сообщество не подходят. Нет, ну это нормально, что все инновации, они дефундируют медленно. Ну, поэтому берем тех, кто интерактивные. Да, интерактивные люди. И, конечно же, я говорю, что сначала нужно учителю и преподавателю самому поиграть. Ага. Потому что до тех пор, пока ты сам не поиграешь в нескольких ролях, ты не понимаешь, что студент переживает. И поэтому разработчики игр — это чаще всего те люди, которые игровой опыт получали. Суперважно. Оксанка, я тебе очень спасибо говорю большое. Ну все, спасибо тебе огромное. Успехов, я очень рада была поговорить. Спасибо. 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 Продолжение следует...